Время! Первый раунд! Бой! Этот бой длился всего 25 секунд. Илья Иманов из клуба «Арта» против Бахадирова-Храмова из Московской области. Настрой рязанца очевиден был невооруженным взглядом. Он вышел побеждать. Вчера вот с товарищем ездили в лесопарк и нарабатывали именно вот это движение фронткик с разножки и представлял в голове, что сразу поймаю гильотину и вот, честно говоря, думал, что он именно у себя от меня постучит. Так и случилось. Вот прям, ну реально, какой план был, так он и сработал. Ты анализировал соперника? Нет. Я просто, у соперника не было никаких боев, не видел, ничего не находил. Просто вот в голове возник план такой вот сделать какой-то, ну, красивый момент для зрителей, так сказать. И у меня, думаю, получилось это. Своей молниеносной победой Илья Иманов задал вектор для всего последующего турнира. Следующие бои совершались только досрочно. О почете очков речи не шло. Побеждали исключительно болевым или удушающим приемом. Примечательно, что один из боев был под угрозой срыва. В день турнира соперник Дмитрия Минаева из Рязани отказался от участия. И всего за несколько часов до начала мероприятия бой был спасен. Откликнулся претендент, давно не практиковавший бои. Впрочем, картины он не испортил. И все-таки настоящий накал страстей богатыри оставили на финал. Весовая категория 84 килограмма. Спиркин Илья, Рязань. И его противник Антон Лехмус из Пензы. Несмотря на, казалось бы, явное техническое превосходство рязанцев в течение двух раундов, победу одержал представитель Пензы, который чувствовал себя спокойнее. И просто ждал своего шанса. Все хорошо, мне понравилось. Соперник сильный. Стойки порубились. Классно, мне кажется. Чуть не вырубил меня в первом раунде. Представляете? Преимущество действительно было на стороне рязанского спортсмена. Что пошло не так, рассказал он сам уже после боя. Ошибки были все озвучены уже моими тренерами. Мне в углу, моими товарищами. Не было серийной работы. Очень летел, хотел нанести более ущербные удары. Вот. Поэтому, скажем так, бензин сел, и вот что получилось. Десятый по счету турнир, организованный клубом «Арта», часть масштабного двухдневного фестиваля по силовому экстриму «РЗН Пауэр Уикенд». Силачи и жимовики ставили мировые рекорды, а вел в мероприятии известный блогер, некогда главный стронгмен России Михаил Кокляев. Марина Романюк, Михаил Лазуткин. Селекомпания «Город».